Добрый день, в эфире новости в студии Джанал Мирзаду и Шенбекова. Несовершеннолетнюю пытался изнасиловать следователя отдела внутренних дел города Токмок. В генпрокуратуре СМИ подтвердили, что девушка обратилась с заявлением на милиционера. По ее словам, следователь позвал ее в кабинет, а затем, закрыв дверь, приковал наручниками, стал домогаться. До этого она успела отправить сообщение о помощи своей подруги, которая также находилась в этом здании. Она и подоспела вместе с другими сотрудниками отделения на выручку. Сообщается, что пострадавшая проходила практику в отделении. По некоторым данным, она является студенткой Международного университета в Центральной Азии. Заявление зарегистрировано по статье «Домогательство». Хулигана, стрелявшего накануне из окна своего автомобиля посреди улицы, нашли. Установлена и личность, и марка оружия, с которого он палил средь бела дня. Инцидент попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Водитель сразу же выложил этот эпизод в интернет. Милиция начала проверку и нашла нарушителя порядка. Оказалось, что вооруженный гражданин ехал в составе свадебного кортежа. Поворачивая на южной магистрали на развороте, он вытащил пистолет и стал палить воздух. Парню 23 года. Он был доставлен в следственную службу. При нем обнаружены и изъяты сигнальный пистолет марки МП-371КБ и магазин без патронов. Это оружие является сигнальным аналогом боевого пистолета Макарова. Вместо ствола в нем стоит фальш-ствол. В оригинале он стреляет специальными светошумовыми боеприпасами тип ракетницы. Начатое досудебное производство по статье «Хулиганство». После выяснения обстоятельств парня отпустили под обязательство о явке к следователю. Незамедлительно сотрудниками бишкекской милиции начались поисковые и розыскные мероприятия подозреваемого лица. В ходе которых оперативниками службы криминальной милиции 2-го отдела городской милиции Увода Ленинского района была установлена разыскиваемая автомашина и задержан подозреваемый 1996 года рождения, который был доставлен в следственную службу Увода Ленинского района. Мать с дочерью найдены мертвыми в Карабалте. Сообщается, что тела обнаружили 5 декабря. Две женщины лежали в одной кровати в собственной квартире. Пока не установлено, когда именно они скончались и в результате чего. 71-летняя женщина была известна в городе психоневрологом. В последнее время сильно болела. Ее дочери было 40 лет. Она работала юристом, разведена. В Чуйском ГУВД сообщили, что погибших обнаружила подруга хозяйки. Она решила прийти к ним домой, потому что обе женщины не выходили на связь. У милиционеров есть предварительные версии причины смерти. Назначена экспертиза. Несчастный случай со счастливым концом. Жертв среди людей, ожидавших общественный транспорт на остановке по улице Байтик-Баатыра, удалось избежать, несмотря на то, что прямо в толпу несся автомобиль такси. Очевидцы разместили в сети видео, на котором машина одной из служб коммерческого извоза резко выворачивает с улицы Скрябина на Байтик-Баатыра. Ее заносят и начинают кидать в разные стороны, так что она направляется прямо в остановочный пункт. К счастью, возле него остановилось другое такси, из которого в этот момент выходил клиент на остановку. В него и случился удар. Машина стала препятствием, благодаря чему неуправляемый автомобиль не задавил людей. На 8 лет тюрьмы осудили женщину, которая была за рулем BMW X5, врезавшегося в другой BMW. В последней машине, напомним, находилось пятеро человек. Все они погибли. Трагичное происшествие случилось на участке дороги между городом Балычи и селом Саракамыш 30 августа этого года. Иссыкульский суд признал водителя виновной в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Сама осужденная в результате ДТП также пострадала, как и ее пассажир. По данным следователя, женщина, будучи нетрезвой, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. После случая с солдатом, получившим сильнейшие ожоги из-за взорвавшейся у него за спиной радиостанции Вожской области, с должности сняты два командира. Основание увольнения – слабый контроль вверенных войсковых частей в сухопутных войсках Генштаба. Один из уволенных – командир 8-й гвардейской дивизии Бердебек Асанов. Второй – Мелис Бушкоев, непосредственно командир войсковой части номер 92-843, расположенный в селе Гульча. Такое решение приняли после совещания, отметили в Генштабе. Его глава Раимбер Дедушимбеев акцентировал внимание на соблюдении прав военнослужащих, а также на создании безопасных условий службы. Администратора странички «Беспредел Кейджи» выпустили из СИЗО. Автандилю Джурубекову накануне Первомайский районный суд изменил меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. После того, как адвокат Джурубекова подал ходатайство следователю ГКНБ, тот его удовлетворил и обратился в суд. Напомним, Автандиля Джурубекова задержали по факту разжигания межрегиональной вражды. Его обвиняют в распространении публикаций, содержащих заведомо ложные и провокационные сведения. Хотя такого рода тексты были написаны не им самим, а оставлены пользователями под его публикацией в виде комментариев. Сегодня заседание по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева не состоялось. Завалил судья. Напомним, на процессе председательствует Эмиль Каипов. В прошлую пятницу на слушание был доставлен основной фигурант, бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его привезли под конвоем принудительно. Адвокаты сегодня сообщили, что намерены ходатайствовать, чтобы его подзащитного не привозили на слушание. По делу проходят 19 человек, в числе которых и экс-чиновники, и врачи. Вернуть 37 миллионов долларов затрат и без всяких проверок. Компания «Русгидро» настаивает на выплатах, сообщил сегодня в парламенте глава национергохолдинга Айтмамат Назаров. От аудита, по его словам, бывший партнер по строительству Верхненарынского каскада ГЭСа не отказались. Он напомнил, что компания обратилась в Гаагский арбитражный суд. На просьбе кыргызской стороны пересчитать расходы они ответили отказом. Ранее Совет директоров публичного акционерного общества одобрил прекращение своего участия в проекте путем продажи 2,5 миллионов простых именных акций или 50% уставного капитала в пользу ОАО «Электрические станции». И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!